Добрый вечер, дорогие друзья! Говорит и показывает Всемирный Центр Бритулам из города Герой Юршалайма. У микрофона Йону Левин за пультом НАТО у нас уже пятая Ниссана 5785 года и мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие в книгу Шмуль. Я напоминаю вам краткое содержание предыдущей серии. Тот, кто следит по книге, мы уже дошли до 23 главы. Я напоминаю вам, что Давид убегает от Шауля. Давид убегает от Шауля и Шауль его преследует. Это вот, собственно говоря, фон всех событий, которые мы видели и, к сожалению, Давид становится не по своей причине. Давид становится поводом для того, чтобы Шауль совершил, наверное, самое чудовищное преступление в своей жизни. Он уничтожил город Коинов-Нов и при этом уничтожил, в общем-то, всех его жителей, всех его Коинов, но все-таки один молодой человек убежал. И этот молодой человек, зовут его Эвьятар, и он убежал к Давиду. Давид в это время прячется со своими людьми. У него уже армия из 400 человек. 400 человек, потом мы с вами видим уже 600 человек, и он прячется от Шауля в пустыне. Причем в пустыне иудейской. Мы сейчас вам увидим более конкретные обозначения. И важно здесь понять, что Давид проходит некий стаж. Ведь сначала он убежал вместе со всей своей семьей в Муав. Понятно, бегство в Муав не было случайно, потому что Муав — это родина его прабабушки Руд. Но пророк Гад, слегка, пророк Гад, совершенно верно, пророк Гад, он пришел и сказал Давиду, что он не может, не должен оставаться в Муаве, а должен вернуться в Иуду, чтобы продолжать там свое формирование и свое существование и что-то именно конкретно делать. И мы видим, что совершенно не по своей воле, без всякого какого-то организованного, изоралия, изведанного плана, Давид становится таким мини-царем как бы в оппозиции. У него уже есть небольшая армия, но качественная. С ним работает пророк Гад. И более того, у него появляется коин. Вот этот молодой человек, Ивятар, который убежал от Шауля и его слуг, он не просто убежал, он взял с собой и нагрудник. Эйфод — это одежда коинов. Но это не просто одежда коинов, это тот элемент одежды коинов, на который надевается, к которому прикрепляется хошер. Хошер — это нагрудник, на котором есть камни, разные драгоценные камни с изображением, не с изображением, там вырезаны имена колена Израиля. И царь может спрашивать через этот нагрудник, если царь на высоком уровне, коин на высоком уровне. И Всевышний отвечает на вопросы царя таким образом, что зажигаются некоторые буквы из этих имен, и из них можно составить ответ. Ответ краткий. Мы с вами уже видели, что было как бы это, в скобках нам упомянули о том, что Давид часто спрашивал перед тем, как выходить на войну, в качестве военачальника и получал ответы. Сейчас мы увидим, как он будет пользоваться этим уже в качестве самостоятельного такого командира. Но не просто командира, а Давид делает из своей вот этой, ну прямо назовем вещи своими вещами. Вначале это были, это была просто банда. Это люди, которые убеждали по разным причинам от своих преследователей. И из них он делает армию обороны Израиля. Надо сказать, что это удивительно, но Давид сумел поднять их на высокий моральный уровень, и мы это с вами увидим. И давайте после этого краткого предисловия вернемся к нашему напряженнейшему тексту. Да, это как сериал такой, да, можно сколько угодно серий здесь выпустить. Итак, 23 глава, я напоминаю, Давид находится в горах Иуды. Мы сейчас с вами даже увидим более конкретно, не просто в горах Иуды, а в основном он находится в местах рядом с Энгеди. Кто был в Иудейской пустыне, прекрасно знает это место, где есть источник Энгеди, в буквальном переводе источник козленка, он на сегодня существует, там есть разного рода источники, и рядом с ним есть вот эти горы. В горах этих есть разные пещеры, в которые можно прятаться. Вот их и использовал Давид, не говоря уже, конечно, о том, что Иуда это надел колено его, и понятно, что он надеялся, что они его не выдадут. Ну, с этим были, будут некоторые трудности, но мы с вами увидим. И вот Давид со своей этой армией в этой пустыне. И сказали Давиду, говоря, вот, Плештим воюют в Кииле, и они грабят амбар. Надо сказать, что информация эта очень краткая, но очень значительная. Во-первых, кто сказал Давиду? Не написано, кто сказал Давиду. Вероятно, есть люди, которые пришли из этой Киилы к Давиду за помощью. А ведь это странно, да, если мы с вами посмотрим на карту, Киилы это где-то в районе побережья, южного побережья Ера-Цесрая. То есть это довольно далеко, по тем временам, конечно. Это десятки километров до Иудейских гор, да и в горах, пойди там пройди. И потом, почему, собственно, жители Киилы должны посылать своих посланников, своих людей к Давиду? Если на тебя нападают Плештим, то должен обратиться к своему царю, для чего в Шауле существуют и все его славные генералы. Но, видимо, жители Киилы, и в дальнейшем мы это увидим, прекрасно понимают, что Шауля, оборона страны от Плештимских набегов совершенно не интересует. Все, что интересует Давида, его окружения и всех его генералов, вернее, все, что интересует Шауля, его окружения и всех его генералов, это поймать главного государственного преступника Давида. А все остальное пропадено пропадом. И, видимо, у Давида и его войска уже заранее, до этого момента, не этот момент стал точкой отсчета, а, видимо, до этого момента, у них уже появляется моральный авторитет, они уже известны как отряд, группа, мини-армия, как угодно можно назвать, бригада, которая защищает еврейские города от Плештимских набегов. То есть это не первый случай. Посмотрите, как Давид, как Всевышний проводит его по всем этим этапам, как он становится потихонечку освободителем Израиля перед тем, как стать его царем. Повторяю, Киил, это довольно далеко, на запад, по тем временам, конечно, и поэтому пришли эти люди издалека, и, видимо, для этого они преодолели много разных опасностей, знали, зачем они идут. И спросил Давид у Ашем, говоря, пойду я, побью я Плештим этих. Посмотрите, вот он, типичный эпизод. Мы видим, как Давид пользуется вот этим Хошином, напоминаю. Эвиатар убегает из города Нова, но он убегает, напоминает некий детективный сериал, он убегает, он единственный, кто спасается, но не просто сам спасается, а забирает вот этот хошин, то есть нагрудник, эйфот, а на нем хошин. И поэтому у Давида, как у вождя Израиля, появляется возможность спрашивать у Всевышнего, пойти на войну или нет. И мы видим сейчас, что он задает именно такой вопрос. Идти или идти, побью не побью. И посмотрите, он получает ответ. И сказал Ашем Давиду, иди и побьешь Плештим и спасешь Киилу. И вот здесь, вот когда он собрался идти в Киилу, люди его, они этого не поняли, потому что я не понимаю, мы кто? Если мы, если ты царь, мы регулярная армия, это понятно. Но мы-то сами беглецы, мы же бегаем, нас ищут пожарные, ищет милиция. И сказал, и сказали мужи Давида, то есть его, эти армейцы, ему, вот мы здесь, в Иуде, боимся. Тем более, если пойдем в Киилу на войну с Плештим. То есть мы здесь скрываемся от Шауля, а пойдем туда, нас Шауль тут же накроет, а ты говоришь, какую-то Киилу защищать. Причем здесь Киилу, мы тут за свою жизнь боимся. И посмотрите, что делает здесь Давид. И продолжил еще Давид спрашивать у Ашем. То есть он опять на фоне сопротивления и неготовности своих людей идти на войну, опять спрашивает у Ашем. Что он спрашивает? Что он спрашивает, здесь написано, потому что, видимо, тот же был вопрос. Я ответил ему Ашем и сказал, встань, спустись в Киилу. Почему спустись? Потому что Киила внизу на побережье, ну или, скажем так, в низменности, а Иуда – это горы, горы Иуды. Иди, спускайся в Киилу, потому что я даю Плештин в руку ту. То есть не бойся, все будет хорошо, я с тобой. И пошел Давид и люди его в Киилу. Посмотрите, он сумел преодолеть нежелание своих людей, сумел убедить их в том, что идти надо. Понимаете? То есть какими словами он убеждал, мы не знаем, но они за ним пошли. Понимаете? Не оставили его, а пошли для того, чтобы воевать за этот еврейский город, чтобы защищать его. И воевал против Плештин, и угнал их скот, и поразил их великим поражением, и спас Давид жителей Киила. То есть Давид одержал там блестящую победу, а победа – это, как всегда, было обусловлено не количеством войска. У Давида мы видим есть 400, потом оказывается там уже 600, но тем не менее, понятно, это не какая-то громадная дивизия, и ни танков, и ни вертолетов, или колесниц у него нету, а все войны Давида, он побеждал внезапным, неожиданным, дерзким нападением небольшой группы мобильных воинов, которые были проникнуты мотивацией, что они воюют за Израиль, а воевать за Израиля, воевать за Всевышнего. Так объяснил Давид еще в знаменитой битве с Голиатом. Он говорит, он ему сказал, ты выходишь на меня со всем этим железом, металлоломом, а я выхожу во имя, имя Всевышнего, которое ты позорил. Ведь ты позорил Израиль, ты позорил армию Израиля, значит, ты позорил Всевышнего. За имя Всевышнего я выхожу. Такова мотивация, которая была пронизана сам Давид. Ему удалось, каким образом я не представляю, но ему удалось вот этой мотивацией наполнить, насытить души вот этих людей, которые, в общем-то, честно говоря, не были какими-то великими правильники в начале своего боевого пути. И было, есть текст, там напоминает про Явьятара, и было, когда убегал Явьятар, сын Архимелеха, к Давиду в Киилу, Эйфот спустил в его руке. То есть, вот этот самый Эйфот, повторяю, Эйфот сам по себе, это верхняя, это нагрудник, это фарпок, вернее, с нагрудником у главного Коина, и вот на эту его грудинную часть прицепляется, прикрепляется сам нагрудник, хошер, на котором есть эти камни, через которые все это спрашивается. И сказано было Шаулю, что пришел Давид в Киилу. Вот то, что Давид пришел в Киилу, Шаулю сразу же доложили. И сказал Шауль, ага, выдал его Элухим в руку мою, потому что попался он сегодня, закрылся он сегодня в городе, стены и замок, то есть, в городе где есть ворота и замок. Обратите внимание, то, что плещите им атакуют Киилу, угоняют скот, забирают там, грабят урожай, это Шауля как царя нисколько не волнует. А вот то, что Давид оказался в этом городе, о, он доволен, на это сразу реагирует, ну как же, город-то замечательный, а чем он замечательный? А у него есть стены, и есть запоры, и есть ворота, то есть, оттуда, если мы его окружим, Давид уже никуда не убежит. И поэтому у него просто приступ энтузиазма. И созвал Шауль весь народ. Обратите внимание, далеко не всегда, или почти никогда, Альцарь не мобилизует весь народ, потому что у него есть небольшая регулярная армия, которая решает проблемы, скажем, локального характера. Так как у Давида потом была его регулярная армия под руководством ЮАВа. И с ней он воюет. Когда есть всеобщая война, когда есть необходимость мобилизации всех, ну тогда народ и мобилизуют. Нет возможности, это же, ни один царь себе позволить такое не может. А тут полная мобилизация, весь народ на войну. Для чего? Не для того, чтобы защитить Киилу от Плещитива. Нет. А для того, чтобы спуститься в Киилу, осаждать Давида его людей. Плещитин подождут, они нас не волнуют. А вот Давид попался, это здорово. Полная тотальная мобилизация в стране. И узнал Давид, ну ему тоже доложили, у него тоже разведка не дремлет. И узнал Давид, что замышляет о нем Шауль зло и сказал Ильятару Коэну поднеси эйфот. То есть он опять хочет спросить у Всевышнего, как его поступать в этой ситуации. Здесь можно выдвинуть довольно смелое, но обоснованное предположение, что источником информации у Давида во дворце Шауля был, видимо, Йонатан. Я думаю, что Йонатан ему докладывал об обоих стратегических решениях, поскольку здесь от этого зависела жизнь Давида. Я так думаю. И сказал Давид, Давид опять спрашивает, Ашай, Лугин, Исраэля, слушай, послушался Давид, или слушай, послушался, послушай, раба твоего, потому что ищет Шауль или хочет Шауль прийти в Киилу, чтобы уничтожить город за меня. А мы с вами-то прекрасно знаем, с какой ответственностью воспринял Давид уничтожение Нова из-за него, хотя он не виноват. Теперь Давид прекрасно понимает, что если Шауль придет в город, и Давид будет в городе, то весь город будет уничтожен, и его постигнет судьба Нова. Шауль не остановится перед этим новым страшным и кровавым преступлением. Он не хочет быть причиной гибели города. Из-за меня, посмотрите, из-за меня. И он спрашивает, выдадут ли хозяева Киилы меня в его руку? Спустится ли Шауль, как слышал, что раб твой? Ашейм и Луим Исраэля. Скажи, пожалуйста, или скажи сейчас рабу твоему. Посмотрите, здесь Давид находится, конечно, состояние и волнение, его можно понять, и поэтому он немножечко нарушает правила игры в том плане, что когда спрашивают через Урим и Туми, через Хошек, нагрудник, не задают сразу двух вопросов, потому что ты получишь ответ на один из них. а он задал два вопроса. Вы дадут ли меня и спустится ли Шауль? И поэтому мы видим с вами есть пауза. Есть пауза, которая объясняется тем, что видимо на первом этапе он не получил однозначного ответа, не было. Но пауза заканчивается, и мы видим, что есть краткий ответ на главный вопрос. Ведь вопрос о том, спустится ли Шауль в Киилу или нет, это вопрос второй. Главный вопрос, первый вопрос, это спустится ли он в Киилу или нет, а второй вопрос, выдадут ли его или нет. И хотя Давид поставил их в обратном в порядке получает он ответ в порядке именно Ставсарова в первый. Посмотрите, первый ответ и сказал Ашем спустится. Видите, как получается ответ? Зажигаются три буквы на этом нагруднике. Ют, Рейш, Далет. Поскольку ответ на эти нагрудники может быть коротким, это же не то, что тебе какой-то мейл присылают, а зажигаются некоторые буквы, из которых составляешь короткий ответ. Зажглись три буквы, из которых Давид и Эвьятар, видимо Давид, понял, что ответ Ерек, то есть спустится. Ответ на вопрос спустится ли Шауль или нет спустится. Теперь Давид понимает, что он поступил неправильно, задав сразу два вопроса, задает еще один вопрос отдельно и сказал Давид, а вы дадут ли меня хозяева Киева, то есть начальство, и людей моих в руку Шаулю и сказал Ашем вы дадут. Видите, опять ответ краткий, состоит из одного слова Юд Самых Димил Юд Рейшвав это всего-навсего шесть букв, которые означают вы дадут спуститься, спуститься, вы дадут, конечно, вы дадут, без проблем. Надо сказать, что разочарование Давида, горечь Давида здесь двойная. Ну, во-первых, то, что Шауль придет за ним, ну, в общем-то, это понятно, тут у него нету никаких иллюзий, хотя это, конечно, неприятно, но то, что после того, что он сделал, жители Киилла выдадут его без всяких проблем Шаулю, если он придет, это, конечно, горько и противно. С другой стороны, Давид и прекрасно их понимает. Они понимают, жители Киева, что если они этого не сделают, то Шаулю просто уничтожит весь город. И это, в этом уже нет сомнений. Мы уже видим, что он сделал с новым и судьба других городов будет той же. И как не горько Давиду, но приходится ему покидывать город, который он спас и который готов его выдать. И встал Давид и люди его, около 600 мужей. Надо сказать, что его армия немножко увеличилась. В прошлый раз мы видели цифру 400. Опять же, предположу, что, может быть, некоторые жители Кииллы присоединились к нему. Нашлись молодые люди, которые, вероятно, присоединились к этому подполью, подпольной группе, партизанской группе Давида. Да, наверное, это лучше всего сравнить с небольшой партизанской армией. И вот они ушли. Куда они ушли и вышли из Кииллы и пошли туда, куда пошли. То есть, мы видим, что даже определенного направления, определенного пункта направления у них не было. Они вышли из Кииллы не для того, чтобы куда-то прийти, а для того, чтобы уйти из Кииллы. То есть, настолько это было сделано быстро и в состоянии горечи и растерянности. И поселился Давид в пустыне, в крепостях. надо сказать, что слово Митсуда, которое здесь употребляется, конечно, это не крепость, в понимании, что это какое-то организованное место и здесь ходы-выходы из стены. Конечно, нет. Речь идет о тех местах в Иудейской пустыне, где можно прятаться. Я вам скажу, что прятать и каким-то образом содержать 600, 600 воинов, это я вам скажу, эта вещь непростая. Не то, что Давид там сам по скалам прячется. Это легко. Он маленький и подвижный. Но когда у него уже армия, это непросто. Тем не менее, тем не менее, он пытается каким-то образом скрыться, найти убежище в пустыне Иуда, в горах Иуды. А горы Иуды, я вам скажу, это очень такие скалы разнообразного характера, в которых много пещер, можно укрыться. Но, конечно, только на какое-то время и небольшому количеству людей. Потому что, если у тебя 600 человек, армия, скрыться ты не сможешь, тебя обязательно заметят. Ну, в общем-то, это и произошло с Давидом. Так вот, Давид в этих крепостях или в укрепленных пунктах, он там поселился и поселился в пустыне в пустыне Зиф. В пустыне Зиф, это там же в пустыне Иуда, одно из мест. И захотел или планировал Шауль все дни, то есть, искал его Шауль, то есть, пытался взять его Шауль все дни и не дал его Илухим в руку его. То есть, мы видим с вами, что никак он не мог его поймать, а Шем не давал. Надо сказать, что для того, чтобы представить себе характер и рельеф Иудейской пустыни и этих гор, вы можете представить себе знаменитую крепость защитников Мицады, Мицада или, как его называют, Масада искорительно. Это крепость, которую построил Ирод Гордус на высокой горе. Понятно, она существовала гораздо позже и была построена искусственно, но не просто он выбрал это место. Там можно укрываться и там можно создавать какие-то определенные укрепленные пункты. Вполне возможно, что Давид там действительно создавал даже какие-то небольшие такие крепости в горах. Трудно сказать. Но понятно, что это невозможно долгое время укрываться. И поэтому мы увидим, что делает Давид. И увидел Давид, что выходит Шауль, чтобы поймать душу его, схватить душу его. А Давид в пустыне Зип в Хорше. То есть, мы видим, что у Давида здесь очень затруднительное состояние. Уйти из Иуды он не может, потому что Ашем через Талка сказал ему не уходи. Укрыться в каком-либо городе невозможно. Сразу придет Шауль. Укрываться в этих горах, в пещерах очень трудно и ненадежно. В этой ситуации, когда Давиду очень плохо и видим мы состояние некого угнетения, мы видим с вами, что состоялась совершенно неожиданная встреча. Снова на нашем на нашем фоне на нашей сцене появляется Юнатан. Нас, конечно, это поразительно. Та настойчивость, которой книга Шмуэля проводит Ленин Юнатана, она удивительна. Сказалось бы, все уже и договорились, и распрощались, и заключили, и все. Нет, Юнатан опять появляется и, как мы с вами знаем, не в последний раз. Почему? Потому что Юнатан это личность, которая, с одной стороны, очень похожа на Давида, а с другой стороны, никак не может оторваться от Шауля. И вот этот выбор между Данитом и Шаулям, это вся жизнь Юнатана. И заранее скажу, что в конце концов он выбрал остаться с Шаулям, и поэтому постигла его участь Шауля. И стал Юнатан, сын Шауля, обратив внимание, казалось бы, ну зачем текст мне это говорит? Что я не знаю, какой Юнатан, у нас вообще в этом рассказе какой-то другой Юнатан был? Не было. Понятно, Юнатан один и всем известен, один из главных героев нашего сериала. Его не нужно представлять читателям. Нет, мне говорят, Юнатан бен Шауль. Для чего? А для того, чтобы подчеркнуть, что здесь он ведет себя больше, как сын Шауля именно, в стиле сына Шауля. он принадлежит Шаулю больше, нежели принадлежит Давиду. И пошел к Давиду, в Хоршу, видимо, этот Хорша, это, видно, небольшой такой лесок, и укреплял руку и был им. То есть, каким-то образом, интересно, у Юнатана были тоже какие-то источники. Вероятно, между Давидом и Юнатаном осуществлялась какая-то связь тайная. Юнатан знает, где находится Давид и приходит к нему. Каким образом он туда попал, история умалчивает. Но состоялась срочная тайная встреча, вероятно, это ночью приземлился какой-то, видимо, невидимый никому вертолет и состоялась встреча. И он, говорит, его укрепляет, ты, не горюй, потому что, видимо, от Давида он получает все время сообщение, что дела наши плохи, я в отчаянии. Ты, не горюй, все будет хорошо. И сказал ему, не бойся, потому что не найдет тебя рука Шауля отца моего, а ты будешь царствовать над Израилем. И вот здесь выявляется новая, новая деталь. Для чего, оказывается, пришел Юнатан? А я буду тебя заместителем? А, вот это интересно. То есть, Юнатан приходит на этот раз не просто для того, всю эту опасную дорогу преодолевал. Не для того, чтобы просто укрепить Давида. А у него новая идея. Раньше он думал, что он умрет, и только просил, чтобы потомство не было истреблено. А вот здесь он уже говорит о другом. Он уже гораздо более оптимистичен. Он говорит, ты понятно, будешь царем? А я буду тебя заместителем? Зачем так печально? Зачем печалиться и думать о худшем? Умирать? Нет, мы видим, что Юнатана картина несколько прояснилась насчет будущего. И также Шауль, отец мой, знает это. Не то, что я буду у тебя заместителем, а то, что будешь царем. Окей. И заключили оба союз перед Ашем и вернулся Давид в эту хоршу, а Юнатан пошел в свой дом. У нас как, что это уже третий союз, который заключает Давид Юнатана. Первый союз о вечной и личной дружбе, что он его никогда не убьет и никто никого не выдаст. Второй союз, что Давид не убьет, не уничтожит потомство Юнатана. Третий союз о том, что Юнатан будет заместителем Давида, когда он будет царем. И посмотрите, опять же, не могу не сравнить Давида и Юнатана. Если Юнатан говорит, я с тобой, Давид, что значит, ты будешь царем. Если Давид будет царем, ты хочешь быть его заместителем, так оставайся в пустыне с ним. Иди его путем. Ты хочешь пойти путем Давида, иди его путем. Нет, он приезжает к Давиду, он его укрепляет, заключает союз о своей должности и улетает в свой дворец и там комфортно живет у Шауля. А Давид остается бегать по горам, и спасать свою жизнь. Есть в этом что-то, что-то не то. Понимаете? То есть, если ты остаешь с Шаулем, оставайся с Шаулем. Но не говори, вот я тут сижу в дворце, пока там вы разберетесь, а потом я буду, когда ты садишь царем, позвони мне, и я буду твоим заместителем. Давида нет претензий, но со стороны, честно говоря, это выглядит не очень серьезно. И посмотрите, какой опасности находится Давид. Ты не можешь быть заместителем Давида, если ты при этом разделил судьбу Шауля. Так не бывает. За все нужно платить. И поднялись Зефим. Зефим – это жители вот этой пустыни Зеф, это колено Давида, и мы видим, что и они его в общем-то хотят выдать к Шаулю, в Гиву. Сказал, ведь Давид прячется. Они его уже поймали. Ведь Давид прячется с нами в крепостях Хореши, то есть в этих укрепленных местах, в Гиве Хахил, то есть место Гивата Хахилла, которая справа от Ешивона. То есть мы ведь точно узнали, где он живет. И хотя повторяю, Зеф – это колено Иуда, и по идее должны были защищать Давида, но мы видим, что они в общем-то решили выслужиться перед Шаулем. Мы, говорит, тебе его сдадим. Приходи. Приходи, приходи, приходи. А сейчас, говорит, по всему желанию твоей души, царь, спуститься, спускайся. А нам, то есть наша задача сдать его в руку царя. То есть мы точно знаем, где он находится. Мы это выведали, высмотрели. Действительно, это несложно. 600 человек не могут раствориться в Иудейской пустыне. Они обязательно видны, местные жители их, конечно, видят. И поэтому они пришли и доложили Шаулю. Шауль чрезвычайно рад. И сказал Шауль, благословенно вы для Шевуай, потому что пожалели меня. Обратите внимание, в сознании Шаулю происходит что-то странное. В его сознании он является жертвой. Его нужно жалеть, потому что он себя воспринимает как преследуем. мания преследования, хотя он преследует. Хорошо, молодцы, что вы пожалели меня. Идите сейчас и приготовьтесь еще и знайте и смотрите место его, в котором будет нога его. Кто видел его там, потому что сказал мне, он хитрейший хитрющий. То есть Шауль говорит, смотрите, так невозможно. Мы не можем вот так взять и пойти. Враг хитерок варим, надо его обязательно разведать, точно удать место. Он очень хитрый. Здесь надо сказать, Шауль немножечко проговорился. Он сказал, потому что сказал мне. Они пришли к нему, понимаете, жители Зифа. И говорят, вот мы тебе выдаем Давида, мы его видели и так далее. А он говорит, молодцы, идите, идите, но надо точно высполить, потому что сказал мне, что очень хитрый. Кто сказал? Вероятно, есть кто-то один, который выслеживает Давида. Опять же, можно предположить, не без основания, что это Дуэг. Дуэг Айдуми, он главный ненавистник Давида, который подстрекает Шауля против Давида все время. И мы с вами увидим потом, что и до этого, и потом Давид своих обращений к Шаулю, упрекая Шауля, будет намекать именно на Дуэга. Дуэг Айдуми. Нехороший человек. Нехороший человек с кровавой фамилией, ведь и дом это красный, напоминает Исава. Вообще неприятная ассоциация. Короче, идите, вызвайте, он такой хитрый. Мы видим, что Шауль боится Давида, которого он преследует. И смотрите и знайте во всех убежищах, в которых он скрывается. И вернитесь ко мне, когда все будет точно, я пойду с вами и будет, если он есть в стране, и я буду искать его во всех семьях Иуды. Обратите внимание, что здесь подчеркивается, что он именно идет в Иуду. Из чего истекает, проистекает опасения Шауля, что, несмотря на то, что жители, жители и дома, они жители, жители Зифа, Зифяне эти, они его, конечно, сдают, но в целом вся эта иудейская пустыня и вообще на дел Иуды, это, конечно, надел дружественного и родственного колена Давиду. И они не позволят ему просто так поймать Давида, будут его укрывать. Возможно, оказывают сопротивление. И поэтому, вы знаете точно, если он точно находится, пойду, и если надо, я выпотрошу все колено Иуда. Мы с вами видим, что за этим отношением к Давиду к Давиду, личным отношениям, которое, конечно, здесь главную роль играет, имеется в виду, видимо, еще некий комплекс неполноценности. Почему? Да потому, что Шауль знает, что он из колена Беньямин, и колено Беньямин, конечно, не является коленом царским. То есть, оно может быть, может быть, царь из любого колена, но понятно, что легитимность, легитимность власти принадлежит именно царскому колену Иуды. И поэтому идти и открыто конфликтовать с коленом Иуда он не хочет. Но, тем не менее, враждебность к Давиду объясняется и этим соперничеством. Понимаете? И он Шауль все время в душе своей понимает, что не только он лично не может по своим качествам соревноваться, конкурировать с Давидом, но и колено его, и окружение его, и то, его происхождение оно тоже в этом сравнении далеко не в пользу Шауля. Так что надо учесть еще и это. Ну и он пошел. То есть, видимо, они пришли и доложили, и пошел в Шауль люди его искать. И сказали Давиду, то есть Давиду предупредили. У Давида тоже есть своя разведка, опять же, вполне можно обоснованно предположить, что это Йонатан, он его предупредил, и спустился он в скалу, и сидел в пустыне Маон, это тоже там в Йуде, и услышал Шауль, понятно, скрываться долго невозможно, и спустился за Давидом в пустыню Маон. То есть, понятно, что в пустыне это Йуда, это скалы, 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 ну сколько можно маневрировать, из одной скалы в другую, это же не один человек, вы понимаете, это армия, ты ее не спрячешь. И пошел Шауль, и шел Шауль с этой стороны горы, а Давид и люди его с этой стороны горы. И вот Давид уже спешил уйти от Шауля, а Шауль и его люди окружают Давида и его людей, чтобы спать. То есть, уже был момент, когда Давид шел по одной стороне скалы, а по другой стороне шел навстречу ему Шауль и его люди уже не воз... Они его окружали со всех сторон, уже убежать было невозможно. Это поразительный совершенно момент, когда Давид был на грани провала. И посмотри, что произошло. Мы видим, как Всевышний лично спасает Давида. Посмотрите, повторяю, прямо как в кино. И посланник пришел. А вы знаете, что слово Малах в Танахе означает и человека, которого послали. Иногда пророк называется посланником, а иногда это один из видов ангелов посланник. Какое здесь Малах не написано? И вот посланник пришел к Шаулю, сказав быстро, то есть поспеши и иди, потому что напали прижди на страну. То есть прибегает к нему в это время срочный адъютант из генштаба говорит, Шауль, война! То есть именно в момент, когда почти, почти схватил Давида, ему говорит, война, война! Самое паразитное это то, что он пошел на эту войну и вернулся Шауль от преследования Давида и пошел навстречу Плештим, поэтому назвали место это, на еврике это называется Села Амахликот. Надо сказать, что название очень выразительное, потому что в переводе оно означает скала спора. То есть долго, видимо, спорили генералы Шауля, его окружение, с целью убедить его все-таки пойти на войну с Плештим. Там враг прорвался, не хотел оттуда уходить, они его убедили. И в отношении посланца вполне возможно, что это был некий посланник, я имею в виду ангел Всевышнего, которого послал для того, чтобы спасти Давида, ну, выглядел он, наверное, как некий порученец из генштаба. Короче, Давид был спасел последнюю секунду. И поднялся Давид оттуда и поселился в крепостях, не в крепостях, а скажем, в пещерах, в укреплениях Энгедии. Вот мы с вами видим наконец-то то место, которое знакомо всем туристам, знаете, источники Энгедии, это недалеко со мной, берег Соленого моря, дружественные скалы, там сиды из многих разных пещер в этих моментах, и обычные скрусоводы показывают какие-нибудь пещеры, говорят, вот эта пещера, в которой прятался Давид. Ну, конечно, не стоит воспринимать слова экскурсоводов на полном серьезе, но в этих местах он действительно прятался, но повторяю, 600 человек, вы понимаете? Это очень трудно. Как он там сумел выжить? Ну, Всевышний помогает Давиду совершенно очевидно. И мы видим с вами, что вот в этой 23-й главе показывается, как Давид проходит в школу царства. Вот он, вот он Машех, да, вот он идеальный царь Израиля. Как формируется Машех? Какими качествами он должен обладать? Какой, каким способом, какими средствами идет к власти? Вот она фигура Давида. Понимаете, фигура Давида это у пророков и в нашей вообще традиции это фигура идеального царя, Машеха. Вот эта династия, которая у нас новует. Какими качествами он обладает, он умеет поставить политику на основу морали. Посмотрите, как из этих бандитов он сделал армию обороны Израиля. И какими, какими, и как он защищает эту Киилу, и какими идеями он руководствуется, какова его, какова его мотивация. А в следующей главе мы с вами увидим, как он объясняет свои отношения к Шаулю. Там уж такой верх благородства, что дальше невозможно. Но об этом мы с вами узнаем в следующий раз. Есть ли у нас вопросы? Кто-то хочет задать вопросы, можно открыть микрофоны. Натан, если у тебя какие-то вопросы? Молчание. окей. Я вопросов не вижу. Здравствуйте, Рафиана. О, наконец-то. Я у вас первый, но нет, у меня просто дрелят сверху. Я не включаю микрофон, вот сейчас редкая пауза. Я сижу под шумом дрели, так что вам будет громко слышно. Слушаю. Окей. Ну, я вижу, что вопросов у нас сегодня нету. Будут вопросы, шлите телеграммы в чатницу. и до побачения. И всего хорошего. А главное, я забыл сам начать сказать, чтобы вы не болели, чтобы все были живы, здоровы. И чтобы вся эта корона прекратилась сегодня. Заслугу нашей с вами учебы. Всего хорошего, до свидания, до побачения, не болейте. До свидания, спасибо. Всего хорошего. Спасибо, Рафиана, до свидания. Рафиана, до свидания.